Здравствуйте! На канале Десна ТВ новости в студии Алина Сазонтова. В начале выпуска коротко его основные темы. Плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В одном обнаружено порядка 30 молодых людей. Даже есть люди, которые не достигли 18 лет. Награждение участников городского конкурса «С любовью к маме». Вам большое спасибо. Я рада, что вы у меня такие активные. Вы знаете, не будет организации, если мы все будем сидеть дома. Число заболевших коронавирусом в Десногорске превысило отметку в тысячу человек. На 1 декабря нарастающим итогом зафиксировано 1019 случаев ковида. Из них выздоровевших 747 человек. Такие данные предоставили медучреждения города на плановом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло во вторник 1 декабря. У нас в стационаре 94 человека. Находится в реанимации 3 человека. На искусственной вентиляции легких 1 человек. Для полноценного лечения мы ввели дополнительный пост круглосуточный врачей, который будет работать на базе отделения профпатологии. У нас там наработала только дневная смена врачей. Также негативная динамика по амбулаторным пациентам. Количество обращений за прошедшую неделю увеличилось до трех раз. За прошедшие сутки за медицинской помощью горожане обращались более 400 раз. Значительно увеличивается количество заболевших детей. Вчерашние 72 обращения. Большинство из них – это первичные обращения. В основном дети из организованных коллективов. Чередуются дни. Иногда это бывает большая часть школьников. На следующий день бывает большая часть детских садов. Рост заболеваемости наблюдается во второй и третьей школе, как среди учеников, так и среди педагогического состава. По дошкольным образовательным учреждениям ярко выраженной динамики за прошедшую неделю не было. На карантине находятся три класса в третьей школе. Карантин заканчивается завтра, послезавтра. В первой школе один класс до 11 декабря. И во второй школе один класс до 8 декабря. Редакции указа губернатора. От 30 октября на территории Смоленщины ограничена работа кафе, баров и ресторанов. Заведением общепита запрещено работать с 23.00 до 6 часов утра. Но в Десногорске требования соблюдаются не всеми. Это установила полиция в ходе проведенных рейдов. При проверке в данных помещениях, не буду называть сейчас каких, в одном обнаружено порядка 30 молодых людей. Даже есть люди, которые не достигли 18 лет находились там. Нами были оттуда выдворены. Глава города Андрей Шубин поручил провести дополнительную профилактическую работу с предприятиями общепита. О подобных случаях нарушения указа губернатора также просят сообщать и граждан. Обращаться следует в полицию города. День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. Поздравления получают те женщины, которым уже довелось испытать счастье материнства, или предстоит это в самое ближайшее время. В честь мам и был проведен городской творческий конкурс «С любовью к маме», который организовало Десногорское общество инвалидов. Прошел он, конечно же, онлайн. Но здесь мы тоже не огорчались. Мы очень внимательно просмотрели все поздравления, чему очень рады. И сегодня подводим итоги данного конкурса. «С любовью к маме» – это творческий конкурс для всех желающих. Предлагалось записать видеообращение к самому близкому и любимому человеку – к маме. Видеоролики можно было записать в разных жанрах – вокал, литературное творчество, декоративно-прикладное искусство и другие. А оценивались они по креативному подходу и общему эмоциональному впечатлению. К участию было получено 25 работ от десногорских семей. «Красивые мамы, на свете вас много. Глаза вы глядите открыто и прямо. В какую бы дани звала нас дорога, нас всех провожают красивые мамы». «У матерей обязанность одна – себя забыть в заботах распыляться, и плоть, и душу выложить до дна, душевой плотью в ком-то повторяться». Такое занятие не обошлось без участия мам. Они, как представители семей, и были награждены 1 декабря в детской библиотеке. «Вам большое спасибо. Я рада, что вы у меня такие активные. Вы знаете, не будет организации, если мы все будем сидеть дома и не помогать друг другу. Огромное вам спасибо. Здоровья вам, вашим детям. И главное, чтобы всегда вы гордились им. О прошедшем празднике и проведенном конкурсе им и их детям будут напоминать сувениры и подарки от Десногорского общества инвалидов». В конце выпуска о погоде. 3 декабря в Десногорске пасмурно, небольшой снег. Днем минус два, ночью до минус трех. На сегодня выпуск завершен. Смотрите наш телеканал и не забывайте про наш сайт – desnadefistv.ru. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!